Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Мюнхенская речь Владимира Путина в феврале 2007-го стала водоразделом в отношениях России и Запада. Неожиданно для гостей конференции по безопасности он заявил, что соглашаться с однополярностью в мире больше не намерен. Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего конечно Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и по сути во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государством. Ну кому это понравится? Выступление Путина шокировало мир. После таких слов многим стало понятно, что сотрудничество Кремля с американскими и западноевропейскими партнерами уже никогда не будет прежним. BBC и Тойчевелли спрашивали, начинается ли новая холодная война. Дицайт встревожно писала о попытке возродить старый миропорядок. Нью-Йорк Таймс о возмущении и разочаровании Соединенных Штатов. О силовом плане расширения сферы национальных интересов России Путин тогда умолчал. Война в Грузии, Сирии, аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на украинском Донбассе – все это еще впереди. 15 лет спустя, после всех этих событий, на фоне сегодняшней риторики Кремля, мюнхенская речь Владимира Путина кажется почти миролюбивой. В 2007 году в Мюнхене российский президент призывал строить международные отношения на принципах демократии. Нельзя забывать, что демократический образ действия в политике обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений. О ценности дискуссий Путин будет говорить и после 2007-го, но к внутренней российской политике это как будто не относится. Протесты белых лент в 2011-м, убийство Бориса Немцова в 2015-м, затем отравление Навального и суды над оппозиционерами, массовое клеймение иноагентов, никаких дискуссий. На мюнхенской конференции Путин осуждал нарушение международного права. Мы видим все большее принадлежение основополагающими принципами международного права. Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Впрочем, такие рассуждения только о Западе и для Запада. Самого президента России они не останавливают. Спустя всего полтора года Путин войдет в Грузию. Через семь лет, вопреки международным законам и договоренностям, аннексирует Крым. А затем начнет поставки оружия и зеленых человечков на Донбасс. Легитимным можно считать применение силы только если решение принято на основе и в рамках ООН. Одобрение ООН Кремль не будет ждать ни для одной из своих будущих силовых операций. А в 2020 году в Конституции России закрепят ее приоритет над международным правом. В 2007 году Владимир Путин призывал к разоружению. Преемственность процесса сокращения ядерных вооружений. В 2014-м Вашингтон сообщит, что Москва нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Еще через пять лет администрация Трампа заявит, нарушения продолжаются и выйдет из соглашения. Вслед за ним от него откажется и Россия. Нельзя допустить появления новых дестабилизирующих высокотехнологичных видов оружия. Пройдет десяток лет и российские СМИ будут наперебой рассказывать о гиперзвуковых цирконах, боевых лазерах и межконтинентальных ракетах отечественного производства. Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия. В 2021-м году Россия испытает противоспутниковое оружие в космосе. В Мюнхене российский президент рассуждал о прозрачности энергетического рынка. Цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа. Все последующие годы Кремль будет шантажировать Европу российским газом и уверять при этом, что ничего подобного не происходит. К подобной тактике отрицание Кремля прибегает регулярно. Если верить российским властям, то не было ни зеленых человечков на Донбассе в 2014-м, ни концентрации войск у украинской границы в 2022-м. Несмотря на заверения Кремля, вероятность полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной сохраняется. Опасность подобного сценария событий стала основной темой на конференции по безопасности в Мюнхене в этом году. Но поехать и официально участвовать в ее работе российская делегация отказалась.